В студии Анна Лапшина, здравствуйте. У микрофона Ольга Болезина. Меня зовут Мария Кожев, не проводите эту новость. Очевидцы. Очевидцы. Десять лет в Кирове. Десять лет в Кирове. Всем добрый день, Анна Лапшина в студии, Ольга Болезина за соседним микрофоном. Да, добрый день. Не удивляюсь, где наша прямая трансляция в Инстаграм. Что-то не подошла наша помощница Полина. А наблюдать нас можно и в Ютьюбе, и во Вконтакте, и на сайте. На главный прям выкладывается видео. Можем поприветствовать всех, кто нас сейчас смотрит. Вот не только на 101.0 вещаем. Программа очевидцев к десятилетию эхо, которую мы отпраздновали на прошлой неделе. Ну, скромненько с поправкой на коронавирус. На карантинные ограничения всевозможные, да. Тем не менее, мы сегодня вспоминаем 2018 год. Совсем уже близко, да, к нынешнему времени. В студии нашей Антон Касанов, историк, соавтор проекта «Пешком повятки». Антон, добрый день. Добрый день. Вот, а на повестке у нас огромное просто количество событий на самом деле. А можно вопрос сначала Антону? Вот человек, который по профессии своей должен помнить много всего. Вот мы в нашей программе поняли, что мы даже то, что два года назад было, уже все стирается из памяти. Открываешь сайта, там, вау, да тут такая была движуха. Вот как... У тебя есть какое-то там особое, не знаю, запоминание там истории? Или вот эти вот вещи тоже стираются из памяти, о которых мы будем сегодня разговаривать? Ну, я думаю, что остаются основные какие-то ключевые точки, какие-то моменты. А дело в том, что время очень быстро летит. И чем старше ты становишься, тем быстрее ты понимаешь, что история — это не то, что было давным-давно. Или, правильно сказать, не только то, что было совсем давно, скажем так. Потому что для многих людей, когда говорят слово само «история», им кажется, что история — это вот древний Египет, это дореволюционная Россия. Урелье покрытое, и все, да. Да, то есть, на самом деле, история — это и то, что было с нами совсем недавно, и поэтому, в общем-то, тот промежуток времени, 10 лет, которые мы с вами и вы с радиослушателями пережили, это уже история. Новейшая история, но, тем не менее, это, в общем-то, как и передача Леонида Парфенова на Медни, да, смотришь, да вроде бы все это сам пережил. Но, тем не менее, каждая деталь, она очень важна, и к тому же есть еще разные грани истории. Есть общественно-политическая история, о которой мы здесь, я так понимаю, говорим, да. А еще личная история, потому что у каждого человека в каждом году сохранились какие-то важные, ключевые моменты, и от них тоже стоит как-то отталкиваться. Ну, вот давайте очень коротко по событиям 2018 года основным я пройдусь, и после мы начнем уже более детально обсуждать некоторые из них. Чем запомнился нам 2018 год? Ну, конечно, это приговор Никите Белых, 8 лет, бывшему губернатору, сейчас он отбывает наказание. Это пенсионные реформы, повышение пенсионного возраста. Это парк Победы, дело парка Победы как раз закрутилось в 2018 году очень активно. Илья Шульгинов в январе этого года в этой студии анонсировал его как раз, да, и к середине примерно года уже начали называть имена первых подозреваемых. Это возвращение авиакомпании Победы и перелетов из Кирова в Москву, достаточно бюджетных. Это то, чего не хватало всем после отъезда, в кавычке возьму это слово. То, что мы изгнали благополучно после его отъезда почему-то. Из нашего города. Это команда КВН «Вятка», которая стала чемпионом высшей лиги КВН. Это огромное количество каких-то событий, связанных с изменением внешнего облика города. И вот с Антоном мы, наверное, начнем с того события, которое стартовало чуть ли не в январе. Это история с туалетной плиткой, так называемой, которой решили облицевать здание авиационного техникума. — Действительно, вот классическая история из новейшего этапа авиацкого градостроительства, когда, в общем-то, внезапно возникает какая-то проблема, какая-то история, о которой никто ничего не знает. И Александр Галушка, редактор паблика «Строем Киров», находит где-то там в глубинах документы оборота, каких-то там карт, еще где-то находит эту историю, и начинается некое действие. Скажем так, противодействие и действие со стороны органов власти. И история, которая касается авиационного техникума, она, по большому счету, наверное, ничем не отличалась бы от многих других подобных историй, которых было много за последние как раз 10 лет. Но здесь речь шла про мозаики. Дело в том, что этих мозаик, сделанных в советское время удивительными мастерами, монументалистами и Виталием Удовым, и супругами Юмагуловыми, к сожалению, становится все меньше и меньше. И тема актуальна и сегодня, потому что совсем недавно одна из мозаик была сбита с корпуса авиацкого государственного университета в Чижах. Тоже история практически зеркальная, то есть нет понимания даже у представителей высшего образования о том, что эти мозаики представляют большую значимость, но, к сожалению, они пока не включены в реестры и никак не охраняются, по сути дела. И вот та история, которая случилась в 2018 году, она, на самом деле, касалась не только чисто искусства и понимания искусства, она касалась и эффективного госуправления, потому что то, как себя показал тогда Илья Шульгин, еще только назначенный фактически, только начавший свою работу на посту главы администрации, было очень показательно. Напомню, что он сказал. Он сказал, что вы видели это здание, а ему в ответ говорят, а вы да видели, вы, наверное, может быть, еще не разобрались, да, что это такое. А он отвечает, что, дескать, это же наскальная живопись какая-то, да, да нам бы быстрее деньги освоить и быстрее бы там все сделать и забыть про это. Но для меня очень странная была риторика, потому что, по сути дела, ведь это здание авиационного техникума, оно находилось в областной собственности. То есть Илья Шульгин, это не совсем в мере его компетенции, все-таки он глава администрации, отвечает за муниципальную собственность. И если бы он сказал, что, друзья, ну вы понимаете, это здание в областной собственности, я глава администрации города, мы не можем напрямую на это повлиять, но мы проведем там переговоры с всеми необходимыми инстанциями, мы пытаемся как-то этот вопрос решить, достигнуть какого-то компромисса, баланса, мы понимаем, что это значимо, это важно, что нам нужно найти оптимальное решение. Он же вместо этого начал почему-то очень агрессивно отвечать, и это вызвало, ну, довольно странную реакцию, по крайней мере, мне стало просто непонятно, почему он защищает то решение, которое к нему никак не относится даже. Но в итоге-то получилось как? Мозаику все-таки отстояли, одну из двух, вторая была закрыта, как я понимаю, да, во время ремонта здания. Да, ну, можно сказать, что она очень сильно еще и пострадала, потому что в ней убивали прям балки, и это тоже зеркальная история, то, что случилось раньше с изображением мозаическим барышни с караваем на южном фасаде гостиницы «Вятка». То же самое, такой же точный ремонт, также закрыли, также немножко поломали, и, ну, вот то, что случилось в конце, это некий компромисс, ну, это такой прям, знаете, самый малый компромисс, который только мог бы быть. Мне вот непонятно, почему нельзя было нормально отремонтировать. Ведь смотрите, вот у нас есть здание нынешнего инженериума, бывший дом политпросвещения, ведь его отреставрировали абсолютно нормально, с сохранением того облика, который был еще в конце 50-х годов, со всей стилевой характеристикой, присущим зданиям того периода, того архитектурного направления. Почему нельзя было сделать здесь точно так же? Вот далеко ходить от нашего здания, вот соседний дом правительства реставрирует, почему нет туалетной плитки для него, например. Где бинт-фасады? Да, в серо-голубой габе. Ну, то есть можно сделать хорошо, можно сделать грамоту с соблюдением этого архитектурного стиля, и, в общем-то, у нас есть новейшие при истории такие примеры. Почему это не было здесь, не совсем понятно, но сейчас стали больше говорить про архитектуру советского модернизма, к которой относится это здание, про ценность мозаик, и Павел Гнилорыбов, автор проекта «Архитектурное излишество», который не раз был в вашей студии в последние годы, он включил те мозаики, которые были на авиационном техникуме, в число одних из лучших вообще в России, на постсоветском пространстве, что о многом говорит, потому что он действительно ценитель, он знаток мозаического творчества, и жаль, что мы здесь, Кире, вот подобное как раз произведение не ценим. Ну, или не мы, все-таки за нас неправильно говорить, мы это ценим, но вот у Ильи Шульгина какое-то было такое вот отношение очень резко негативное, ну, действительно, наверное, все-таки во главе города должен стоять человек, который разбирается, ну, хотя бы понемножку во всем, да, и в искусстве, в том числе в культуре, потому что, ну, он отвечает за все направления. Но мне казалось все-таки, что Шульгин, наверное, и не принимал окончательного решения, это были, насколько я помню, федеральные все-таки деньги, выделенные на него, да? Из резервного фонда президента выделенные деньги? Да, 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 и тогда, по-моему, даже конкурс какой-то объявляли в социальных сетях, и мы голосовали за разные варианты раскладки этой самой туалетной плитки. Нет, уже после того, да, как начали люди возмущаться, а что такое белая-голубая плитка? Ну, кстати, я... Авиационные техники, мы говорим, не по самолетам. Ну, я регулярно хожу там, живу в том районе. Я, конечно же, голосовала против вот этих вот ужасных больничных расцветок, но из предложенного, хотя мне вентфасады тоже не нравятся. А сейчас мимо хожу, и вроде как бы уже вписалась, и я с грустью это заметила, вот свою реакцию на то, что теперь уже и... Привыкли. Привыкли, да, на самом деле. Но надо отдать должное Илье Шульгину все-таки в 2018-м же году у нас был и урбан-форум, в котором... Первый, первый урбанистический форум. Да, да, он активно участвовал, и появилась идея с дизайн-кодом, которая была поддержана, пока ее... Она поддержана, но не развита, к сожалению. Но это очень... Вот Илья Шульгин, да, у него сложная личность, что ли, да? Противоречивая. Противоречивая, потому что, с одной стороны, вроде бы позитивная, действительно, какие это были действия и проведение урбанистического форума, где можно было донести современную, текущую, важную, актуальную повестку до чиновников, до депутатов, да? Были истории с дизайн-кодом и другими важными, на самом деле, вещами в сфере современной среды. И он пытался на федеральном уровне как-то город тоже там продвинуть. Напомню, что осенью 2018 года вышел довольно популярный видеоролик на канале Ильи Варламова, прогулка с главой администрации города Кирова, который вышел под названием этот ролик «Город тысячелуж», да? Потому что, к сожалению, печальный очень получился для нас, в первую очередь, ролик, потому что вся страна увидела о проблемах нашей городской среды. Но при всем при этом, вот тот же урбанистический форум, да, провели. Провели даже два форума. Но выхлоп, толк какой? То есть на эти форумы не приходили ни чиновники, ни депутаты. И потом, когда в конце 2019 года обсуждали, когда в конце 2019 года обсуждали уже в Гордуме, и уже был проект, когда можно было принять тот же дизайн-код, на который требовалось там около двух миллионов, то почти все депутаты выступили против. Как позже выяснилось, что многие из них, или даже подавляющее большинство, вообще не понимали, о чем идет речь. И я спрашивал, почему же вы не пришли на этот самый урбанистический форум? Ну, кто-то говорит, нас не пригласили, или это не актуально, это не нужно. То есть, опять же, проведен форум, но где выхлоп? Должен же быть конкретный результат, ведь, опять же, на эти форумы тратились бюджетные деньги. Ну, и все-таки я немножко в защиту скажу и властей в целом, и Илье Шульгина, если он имел какое-то к этому отношение. Два еще события были, да, после ремонта авиационного техникума. Но был ремонт лесопромышленного колледжа, насколько я помню. И тогда тоже были опасения, они обложат ли его со всех сторон этой самой плиткой туалетной, да. Но его отремонтировали, в общем, довольно достойно. Возникает вопрос, а почему же нельзя было авиационный, как лесопромышленный, отремонтировать? Да, не хватило денег, возможно, да. А почему деньги-то же сказали, что были. Просто было сказано еще и о том, что эти деньги есть, нужно их быстрее потратить. И особо не рефлексировать по поводу того, что, как, быстрее освоить и все. Ну, вот это же неправильный подход, согласитесь. Согласна. И еще была одна история, это история с установкой памятника Николаю II и его семье. И, насколько я помню, инициаторы установки просили поставить его на набережной возле Федоровской церкви, да. Но тогда был объявлен тоже такое, ну, не знаю, общественное слушание или общественный опрос по поводу того, все-таки ставить, не ставить и где. И горожане не поддержали установку памятника на набережной. В итоге его передвинули и поставили во дворе Серафимовской церкви, где он до сих пор находится. Но все еще надеются, что он переедет. Но все еще надеются, может быть, переехать. Да, вот тогда Илья Шургин как раз инициировал эти общественные слушания и сказал, раз горожане против, мы не будем продвигать и продавливать это решение. Ну, на самом деле, вот, можно тоже понять, но не простить чиновников за то, что они не любят такие вещи, потому что, представляете, это полтора-два часа встречаешься, ты с людьми собирается полный зал, ты это каким-то образом организовал, сидишь и выслушиваешь, люди выступают на эмоциях, часто не соблюдают регламент, люди же не привыкли по регламенту, это только ты, чиновник, так умеешь жить. Это трудозатраты, ну, проще решить все самому. Подписать все бумаги и ни с кем не советоваться. Но, с другой стороны, эта история с авиационным техниками показала, что в обществе есть запрос на дискуссию по этому поводу, по участию в таких мероприятиях. И, в общем-то, это же, на самом-то деле, позитивный момент в том отношении, что людям было не все равно, очень многим. Речь не идет только про активную часть общества, но вообще про всех, про жителей этого микрорайона. А ведь сколько людей училось в авиационном техникуме? Им тоже это здание близко, эти мозаики, это же целая жизнь прошла. Поэтому, ну, все-таки эта история, она должна была дать урок, что к таким решениям нужно подходить более сбалансированно, с учетом общественного мнения. Но сложный вопрос, как бы, потому что, видите, это происходит все вот эти процессы бесконечно практически. Каждый год такой скандал есть. Ну, в 2018 году там скандалов, либо каких-то споров, либо жарких дискуссий по поводу внешнего облика города, правда, было много. И по поводу сохранения исторических объектов, я помню, что еще была же история с Музеем народного образования на улице Московской, который едва не забрали. Здание на Московской 33 собирались забрать у Музея народного образования и пересидеть к нему, по-моему, бухгалтерию какую-то, да, чиновничью бухгалтерию. Но тогда удалось активистам его отстоять. И еще история одна стартовала в 2018 году. Это история с судом по поводу Александровского костела, да. Тогда как раз объявлял, ну, не знаю, голодовку или пост. Да, отец Григорий из Валиньски сидел на хлебе и воде. И после вот 30-дневного этого поста было принято решение, что все-таки католики идут в суд и начинают с областным нашим департаментом госимущества бодаться за это здание, потому что по закону вроде бы они имеют право на возвращение культового объекта, да. Но вот история до сих пор, кстати, не разрешилась. Суды продолжаются. Но это только суды начались, да, в 2018 году, а до этого история боданий. Да, 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 ну, запросов католиков на возвращение зданий отказа, им она достаточно, да, давно тянется, совершенно верно. Но еще по 2018 год могу добавить из сферы сохранения там культурного наследия. Это начало истории с ремонтом приказной избы, потому что в середине 2018 года как раз музей народных промыслов выехал из приказной избы и переехал в диораму. А началась вот эта история с тем, что как ремонтировать, нет денег, крыша разваливается, грибок и так далее. Сейчас крышу приказной избы потихонечку ремонтируют. Все-таки это все равно плюс, поскольку история идет вот три года получается. Также в 2018 году началась эпидемия, связанная с участием пироманов в сохранении или, скорее, разрушении архитектурного ансамбля нашего города. И улица Орловская превратилась окончательно в городскую некрополь с сожженными по несколько раз зданиями. Ее пресловутый китайский домик уже там по семь раз горел. И в итоге все-таки удалось его законсервировать. С тех времен он не горел. Сейчас решается вопрос, что с ним делать дальше. По-прежнему это непонятно. Горел дом потомка Геоте на углу Красноармейской и Ленина. И вот недавно он снова горел. То есть вот эта история такая системная. И еще несколько было крупных скандалов. И я писал в конце, я пишу в конце каждого года в пешком повятке, в паблике, архитектурные как бы итоги. И я там писал, что одна из главных тенденций это наряду с разрушением. А, кстати, летом еще тогда сломали проходную завода Крин. Да. Если помните, тоже был такой громкий скандал. Потому что застройщик начал действовать на опережение. Он узнал в соцсетях, что подали документы о том, что признать здание памятником. И быстренько снес это здание. Пока не признали. Да. И сейчас на его месте какие-то уродливые железные конструкции появились. Новый торговый центр. Потому что очень не хватает торговых центров. К сожалению, нет почти торговых центров. Да, денег очень много. Некуда нам их нести. Некуда сходить. Так, у нас Николай Голиков на связи присоединяется к нам журналист, наш коллега и пенсионер. Николай, добрый день. Добрый день. Я не случайно вас представила, потому что 18-й год это год пенсионной реформы. Мы все помним эту историю, как депутаты законодательного собрания все-таки поддержали, насколько я помню, изменения. Все чувствуют себя бодрыми, сильными. Да, и жить мы будем до 100 лет и прочее, прочее. И огромное количество всяких льгот было обещано, и каких-то программ для пенсионеров и прочего. Но вот у меня ощущение, Николай, знаете какое, что тогда в 18-м году активно шумели, особенно старались профсоюзы. Я помню, самые многочисленные митинги они организовывали. А сейчас как-то вроде все успокоилось. Ну, во-первых, самый многочисленный митинг все-таки был не у профсоюзов. Они просто были на театральной площади, поэтому показались. Последний, четвертый митинг был самый большой, там у Степана Халтурина, там и коммунисты организовывали вместе, и Ананин наш несравненный. Пожалуй, вот это был самый большой митинг, там было порядка 350-400 человек, где-то так, насколько я помню. Вот, но митинги не были многочисленными, скажем так, для такого серьезного изменения, как изменение пенсионного возраста, да, и для города Кирова 300-400 человек, это ни о чем. Ты права, они очень аккуратненько всем навешали лапшу на уши, насчет того, что пенсии будут сумасшедшие, ребята, вы там потерпите только, а потом вы там будете каждый, что-то, может не помню, господи, месяц там вам на тысячу больше будем платить, не помню точно уже. Вам платят? Что? На тысячу больше? Аня, у меня стаж небольшой, всего один год, но ни на одну копейку за этот год моя пенсия не изменилась, так что тут это даже, не знаю, кто в это мог верить. На самом деле, я думаю, очень был удачно выбран момент, это шел чемпионат мира по футболу, не забывай. Да, да. Да, вся эта реформа прошла в течение месяца, другие вопросы государственные с такой скоростью решали, как повышение пенсионного возраста, страна бы, наверное, давно поднялась с колен, да? Здесь они в течение месяца все успели успешно сделать, и про все эти протесты, они были ни о чем. ОЗС, насколько я помню, рассматривала три варианта, да? Вот ответа на, ответа на Госдуме. Там были три варианта, предлагала, в том числе, наша ЛДПР, и праворосы предлагали свои варианты. Ну, по большому счету, большинством голосов партии «Единая Россия» ОЗС поддержала реформу, да? Точно так же и Госдума, насколько я помню, именно большинством голосов, именно членов «Единой России» эту реформу приняла. Вот, что я могу сказать по этому поводу, а насчет того, что что-то где-то повысится, я не знаю, может, у кого-нибудь другого спросить, не у меня. Да, Николай, я все-таки вас спрошу, вам обидно было? Вы ведь, по-моему, тогда пострадали, то есть вы должны были немножко пораньше выйти на пенсию, чем вышли в итоге. Я пострадал минимально, Ань, я всего на полгодика пострадал, это раз. Всего на полгодика, извините, Николай, это минимум 50 тысяч рублей так-то, которые вы не получили. Ну, где-то, если брать мою пенсию, так как раз примерно ты угадала сумму, потому что пенсия у меня очень небольшая, и как тебе сказать, я не пострадал из-за этого в каком-то плане, потому что я никогда и не рассчитывал, что на пенсии, которые есть в нашей стране, можно каким-то образом прожить. То есть все равно человеку надо работать. В этой стране пенсионер на пенсию прожить не может. Вот. Поэтому, ну, что я могу сказать? Мне, конечно, жаль тех, кто больше, чем я, там, на два года, на три года отложил получение пенсии, да? Но я опять же могу, как говорится, будучи уже здесь, сказать, что ребят, вы все равно будете работать никуда, вы не денетесь, на эти 9 дней прожить. Есть еще одна важная тема, Николай. Если вы помните, хит сезона 2018, ближе уже, как бы, к концу года, это обсуждение, как мы будем платить за вывоз мусора. Это надвигающаяся мусорная реформа, реформа чистоты, как называет ее ныне действующий губернатор, да? Начиналось, я напомню, там, с объявления о том, что будут платить примерно по 150 рублей с человека. Ближе к концу года назвали 7 рублей с квадратного метра. Потом, правда, немножко снизили. Вы помните эту историю? Ну, как же, не помню. Конечно, это была большая, большая дискуссия насчет того, с кого брать с человека или с квадратного метра. Причем, очень хорошая дискуссия, все поддерживали. И пока этот шум шел, по большому счету, эта вот мусорная реформа, она была проведена. И это была не самая главная, на самом деле, тема брать с человека или с квадратного метра, если честно говорить. Самая главная тема, которая осталась таким образом за кадром, собственно говоря, куда, ни на что все эти деньги пойдут, которые будут сегодня заплатены. И на что же они пошли в итоге? А вот я не знаю до сих пор. А вы знаете, Ань? Нет, не знаю. Я знаю, что должна была быть какая-то инвестиционная Если вспомнить этот год, и оказалось, что нам даже из Кирова мусорку возить некуда, начали возить черти куда. Понимаешь? Мы все это время платили деньги, потом оказалось, что та инвестиционная составляющая, которая была включена в тариф, да, очень важный момент, да, мы, оказывается, заплатили зря, потому что тот полигон, за который мы платили, он признан негодным. Так получается. И вопрос в том, кто нам эти деньги теперь вернет? Мы же не получили тоже, что платить. Ну да, вот мы же, кстати, все соинвесторы, получается, да? Мы все инвесторы, да, мы все проинвестировали в строительство объекта, который признан никому не нужно. И в осенцы, и, наверное, даже в мусоровозы. Кто должен ответить? Ну, это вопрос в воздух, Николай, кто должен ответить, получается. Кстати, с осенцами в 2018 году тоже интересная история происходила. Я, насколько помню, перед 2018 годом, перед наступлением его как раз в конце 2017 года, возобновилось строительство полигона. А в конце 2018 года пришла новость об очередном решении суда, который признал строительство незаконным. И вот с той поры это все продолжается, 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 и конца и края этому не видно. Ну вот смотрите, дискуссия действительно длилась очень долго. Все уже устали от мусорной темы к концу 2018 года, а теперь и к концу 2020 продолжает уставать. К концу 2020 года, да, да. Но когда появился этот платеж с 19 с января, в феврале, вот тогда люди проснулись. Только тогда они пони узнали, что есть, оказывается, какой-то платеж. Он у них появился в квитанции, и появились огромные очереди в энергосбыте, который занимается вот этой всей темой, потому что у нас электричество и мусор в одной упаковке. В одной квиточке, да. Это, кстати, да, вот один из самых подлых моментов, это объединение двух платежей в одну квитанцию. То есть человек, которому несправедливо насчитывали про оплату за мусор, вспомните историю жителей частного сектора, да? То есть он не хотел платить этот платеж, он хотел платить за электроэнергию, а здесь он считал, что он еще оскорее не будет безумные деньги платить. А получалось так, что если он даже платил за электроэнергию, то платеж делился напополам. И он оставался должен и туда, и туда. Это была очень подлая история, между прочим. Но мы о ней поговорим чуть позже, это все уже день. Кручу, верчу, обмануть хочу, вот это вот все про нас, с властью, про наши зелёные отношения. Да-да-да, я, Николай, попрошу вас, вы можете трубочку сейчас не класть, остаться с нами на связи, пока у нас идет реклама? Возвращаемся в эфир программы «Очевидцы». Николай Голиков с нами на связи. Николай, добрый день. Вы здесь? Добрый день еще. Вы с нами еще? Все, хорошо. Спасибо большое, оставайтесь, пока не отключайтесь. Вот к Антону мы просто тоже адресуемся. Да, ну просто мы эту всю мусорную реформу как-то в профессиональном, что ли, да, в журналистском плане обсуждаем, там, решения чиновников, судов, осенцы, все эти митинги. А вот, Антон, я тебе... Как житель. Да, вот как житель. У тебя есть квиток дополнительный, ну, то есть не дополнительный, там, строчка, не знаю, там, вот мусор ты носил куда-то, а теперь в новое место или в старое носишь. Вообще мусорная реформа-то вот ощущается, да, реформа чистоты, простите. Конечно, очень интересный такой, скажем так, казуистический оборот, который вроде бы призван сделать сразу все хорошо, что было плохо. Ну, конечно, само собой, то есть в фокусе внимания, я думаю, всех людей, которые чем-то интересуются в городе, эта тема существует довольно долго. Мне сразу было интересно, кто придумал в географическом центре Кировской области в Осенцах строить мусорный полигон, как будто больше нигде нельзя было построить, потому что это в каком-то вроде символическое место. Но с точки зрения обывателя, конечно, это просто какой-то ужас. И я скажу сейчас такую вещь, что у нас с Анной Лапшиной родственники живут в одном доме. Да, мы соседи. И в этом доме я родился, вырос как раз, и в этом доме живет моя бабушка. И то, что там происходит с мусором, это просто форменный ад. Потому что впервые при как раз Илье Шульгине вот в 18-м году, на моей памяти, а я долгое время там жил, там, значит, не то, что там горы были мусора, там завелись огромные крысы, которые бегали и нападали на детей в том году, в 18-м году. И пришлось написать довольно много запросов, бумаг. С соседями ходили везде в Роспотребнадзор какие-то там везде организации, писали депутатам. В конце концов, вроде бы их травили то ли два, то ли три раза. Но я просто для себя зафиксировал, что такого не было никогда ни при одном другом руководителе. Чтобы вот до такой степени была антисанитария и бардак. Ну, а то, что там сейчас, я думаю, вы сможете тоже себе это легко представить. Там летом в этом месте на углу Азина и Дериндяева рыли какой-то котлован, там происходили какие-то ремонтные работы, убирали вот эти бачки, сейчас их переставили немножко вбок. И там просто все завалено. Там так все очень сильно завалено. И чтобы туда подойти и выкинуть мусор, нужно идти по грязи. Там проложены маленькие деревянные мостки, как в 30-е годы в барачных поселках где-то на севере Руси, и люди идут вот кое-как, там что-то кидают в грязь эти мешки. И, честно говоря, выглядит это все очень плохо. Где же чистота пресловутая, о которой говорится? Реформа чистоты. Но Антон вспомнил Илью Шульгину. Я тоже хочу его вспомнить. Все-таки история с Парком Победы в 2018 году, как мне кажется, с подачи Шульгина как раз развивалась. В том числе, Николай, вы помните, да? Да как же, не помните. Вот просто я бы не сказал, что она происходила с подачи Шульгина. А Шульгин сделал. Что, Шульгин наконец-таки признал, что эта сделка принесла ущерб бюджету города Кира. То есть до этого руководители это не признавали. Есть пострадавшие, получается, да? Да, то есть раз не было ущерба, соответственно, не было и оснований для того, чтобы это дело переходило в какую-то уголовную плоскость. Вот, соответственно, он этот ущерб признал. Я бы не сказал, что это была его идея. Скорее всего, просто уже, вы знаете, что все дела такого рода, они у нас, ну, имеют политическую окраску. Должно быть некое политическое решение. И дело о партии Победы так или иначе приводило к тому делу, которое сейчас называется делом Владимира Быкова, да? Вы бывшего главы города Кирова. Да, да, да. И, соответственно, пока не было политического решения по Быкову, ни один из руководителей города не признавал никого ущерба, потому что, как бы, ну, не было политики, не было сверху сказано, что пора. Здесь, в данном случае, видим, уже обстоятельства так сложились. Владимира Васильевича уже покрывать было невозможно, дел накопилось слишком много. Поэтому, как бы, было решено его отдать в жертву. И вот тогда вот уже наш уважаемый Шульгин, Илья Вячеславович, так сказать, подписал нужную бумагу о том, что ущерб в администрации города принесен. Но, вне зависимости от того, какие были мотивы, все-таки надо отдать должное. Старт этой кампании дал он. И именно благодаря этому решение было в итоге судебное принято о недоконности сделки. И вот делай хорошие дела, потом сам ты станешь фигурантом уголовного дела, что и случилось впоследствии с Ильей Шульгиным. Но мы будем вспоминать об этом. И я думаю, Илья Вячеславович предполагал, что даром ему это не сойдет. Есть какая-то конспирологическая версия о том, что его такое стремительное падение связано с тем, что он так вот как-то очень смело выступил против представителей местных элит, или как у вас на радио любят говорить Дмитрий Русских, бояр. Разворошил вот тот клубок противоречий, проблем, который был здесь. И в том числе то, что касалось Парка Победы, потому что до него ни один чиновник публичный настолько смело не высказывался не только про Парк Победы, но и про пресловутые те же Алая Паруса, про другие элементы точечной застройки. Он говорил про это смело, и вполне вот здесь можно построить конспирологическую версию о том, что ему за это жестоко отомстили, вплоть до того уголовного дела, которое за него заведено, вовсе не по тем эпизодам, которые мы вменяли при его правлении. Николай? Да, да, я слушаю, я думаю, что просто вы уже там без меня продолжаете. А, не-не-не, что вы, мы еще не отключаемся, у нас впереди еще одно событие, которое я попросила бы вас прокомментировать. Я просто думаю, что, Ань, я думаю, что год 18-й был очень богат на события, и может быть, просто я тихонько отключусь, а Антон там продолжит свой разговор. А, ну я прошу прощения, еще 25 лет в Вятской торгово-промышленной палате было в 18-м году, и сегодня как раз вот 18-го ноября день рождения у недавнего... Николая Михайловича Липатникова. Да, 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 президента Вятской торгово-промышленной палаты Николая Липатникова, совершенно верно. Вот светлая память. Хорошо, Николай, ладно, мы вас, все, отпускаем тогда. Спасибо большое, наш коллега Николай Голиков был с нами на связи. И вам спасибо, да, удачи. Продолжаем с Антоном Касановым вспоминать события 18-го года. Что было еще? Ну, избран новый состав общественной палаты, это я так вот уже просто тезисно иду. Владимир Путин у нас избран президентом, я сбилась со счета которого. Совершенно верно, но эти выборы президентские запомнились чем? Туда надо было делать явку, как я понимаю, для того, чтобы пришло как можно больше народу на президентские выборы. Было решено совместить их с голосованием по проектам комфортной городской среды, если я не ошибаюсь. То есть люди приходили, голосовали за президента и одновременно выбирали там те парки, скверы, улицы, которые должны быть отремонтированы. Ну, я что-то сомневаюсь, что это дал какую-то сильную явку, поскольку эта повестка, она не такая широкая, скажем так. Вот тогда, кстати, еще говорили про то, что, может быть, внесут также, скажем так, вот в эту повестку еще вопрос о возвращении названий улиц или переименовании городов, что-то такое. То есть используют этот политтехнологический момент, чтобы повысить явку. И потом в этом году стали тоже говорить, что вот подобное можно будет сделать, чтобы повысить явку на референдум. Но этого не случилось. По конституции мы имеем в виду. Опять же, кручу-верчу, обмануть хочу. Это что такое? Ну, что такое, что такое? Хитрые политтехнологические ходы. В 18-й год новый руководитель кировской налоговой, Денис смехов, ушел из жизни Денис Куртехенко, ССК, да, 47 лет. Неожиданность, конечно, это, ну, очень неожиданной стала его смерть, правда. Еще и события федерального масштаба. Тут Антон вспоминал чемпионат мира по футболу, а я все-таки помню больше трагическое событие, да, зимы 18-го года. Это пожар в Кемерово, в торговом центре «Зимние вишни», по-моему, да, и массовые проверки, которые пошли после этого по всем торговым центрам, в том числе и в Кирове, и было объявлено о том, что многие из них не соответствуют категорически правилам пожарной безопасности, некоторые даже закрывались, насколько я помню. И тогда, я помню, Роман Титов, вице-спикер ЗАГС собрания в нашей студии говорил, что вот вынимание к торговым центрам, это, конечно, хорошо, но кто уже когда посмотрит на наши подъезды многоэтажных жилых домов, потому что там-то совсем ужас и кошмар. Если никто не смотрит, по-моему, до сих пор, зато новый торговый центр появляется. А я, кстати, нашла материал, который был у нас спустя год после «Зимней вишни» подготовлен, на 8 из 10 оценивалась пожарная безопасность торговых центров, то есть за год из почти 100% опасности поднялось таким образом. Удалось устранить все недоделки, все неисправности. Но всё равно вот туда приходишь, правда, теперь уже никто, наверное, особо не приходит в торговые центры, ты понимаешь, что там проблемы с вентиляцией, запасного выхода нет, и если что, там искать какие-то отходные пути, ну, лучше бы ничего не случалось. Ну и вот то событие, о котором я говорила, возвращение авиакомпании «Победа», да, это тоже ведь, ну, в некотором смысле следствие трагического такого российского события, да, это катастрофа самолёта саратовских авиалиний в Подмосковье в феврале 2018 года. После этой катастрофы саратовские авиалинии прекратили рейсы из Кирова в Москву, просто потому что не хватало бортов, по-моему, летали какое-то время в Питер, в Москву летал только «Руслайн», и тогда вот эта тема с тем, что нужны всё-таки перелёты нормальные до Москвы, там, в ежедневном формате, и за нормальные вменяемые деньги, она обострилась, и как раз к осени, собственно говоря, с победой удалось договориться, они с осеннего, с зимнего сезона на Киров вышли, и, слава богу, пока остаются с нами. Ещё из важного такого градостроительного 2018 год, это открытие торгового центра «Макси» на перекрёстке кирпичной, простите, Ердяково и Московской, и дикие совершенно пробки, которые сопровождали это всё в течение примерно месяца. Это всё слушаю, думаю, как мы вообще, люди, в Кирове выживаем, это же постоянно у нас со всех сторон какие-то новые штуки, новые палки в колёса, третьи ноги, я не знаю, что, ну как? Ну вот, ну нет, там на самом деле, видимо, была какая-то проблема со знаками и с поворотами, и там потом запрещали поворот левый. Ну просто некоторые вещи можно заранее продумывать. Ну не продумали, не продумали, я помню, был огромный поток жалоб, в том числе и в нашу редакцию, по поводу того, что, ну слушайте, надо же что-то с этим сделать уже, и делали мы отдельный эфир, я помню. Ну и ещё там новости, конечно, не знаю, приятные, неприятные, кто-то любит КВН, кто-то не любит, но это свершилось, команда «Вятка» стала чемпионом высшей лиги КВН, Антон, вы вообще поклонник? Нет, я вообще не люблю КВН, то есть мне это очень не близко, но я понимаю его такой культурологический с одной стороны феномен, потому что в каком-то роде в нашей стране очень серьёзная проблема с социальными лифтами, то есть человеку из провинции, обычному человеку чего-то добиться, стать кем-то значимым довольно сложно, и вот КВН, это как раз в России такой важный инструмент именно социальных лифтов, потому что КВНщики, они становятся всё более и более влиятельными, ну вот в Кировской области после того, как «Вятка» победила, лидеры этой команды стали советниками по молодёжной политике, при губернаторе, чуть позже, мы знаем, были выборы на Украине или в Украине, и бывший КВНщик Владимир Зеленский стал президентом, что породило довольно большое количество дискуссий о том, что, в общем-то, именно КВН – это кузница кадров для многих, скажем так, и бюрократических, и прочих организаций. Ну и надо сказать, что ведь всё-таки возможность пошутить в нашей стране – это всегда очень важное явление, скажем так, но то, что КВН стал беззубым, уже тогда, это тоже довольно важно, на самом деле. Довольно печально это. Ну, кстати, и здесь ещё умение говорить просто, вот просто говорить красиво, там, каким-то образом убедительно, которым КВНщики обладают, несомненно, и по-другому быть не может, оно тоже пригождается. Здесь можно вспомнить, кстати, как раз события по строительству торгового центра на углу улицы Воровского и Ленина, когда на митинге против строительства выступал Константин Ворончихин, Константин Ворон, как раз автор команды КВН «Вятка», и сценарист и очень известный человек, и он там очень зажигательную произнёс речь, и, конечно, вот довольно всегда интересно, когда вот эти люди, они интегрируются в общественно-политическую жизнь. Так, время наше бежит к концу, неумолимо, 44 минуты. У меня ещё одно событие, которое мы не вспомнили, вряд ли что-то скажем, уже успеем, это открытие детского космического центра. 18-й год, март. Список самых уродливых зданий. Да, по версии Ильи Варламова. Но Виктор Петрович Савиных сказал, что это лучшее здание в Кирове, а сказать что-то против слова космонавта было бы... Применительно к детскому космическому центру, да. Спасибо большое, Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком повятки», был сегодня с нами. Мы вспоминали 2018-й год. Наверняка многое забыли, но основные события всё-таки мы назвали. Анна Лапшина, Ольга Болезина, всем до свидания. До свидания. ОЧЕВИЦЫ 10 ЛЕТ В КИРОВЕ